Изменения в работе дорожной сети. Эта тема всегда вызывает бурное обсуждение среди населения. В конце 2017 года поводом для разговоров славянцев стал запрет въезда в город со стороны станицы Анастасиевской. Мы решили из первых рук узнать об официальных причинах изменений и будущем этого участка дороги. Тему продолжит Мария Климова. Человек очень неохотно меняет свои привычки, ведь изменить традиционный угол жизни значит выйти из зоны комфорта. При этом, если обстоятельства заставляют, то к любым переменам мы привыкаем достаточно быстро и считаем их логичными и закономерными. Сколько разговоров всего пять лет назад вызвало изменение движения на одностороннее по улицам Ленина и юных коммунаров в Славянске-на-Кубани. Зато такая организация позволила избежать пробок в час пик в этой части города. Сегодня поводом для обсуждения у автомобилистов стала установка ограничения на въезд в город со стороны станицы Анастасиевской. Теперь с этой стороны в Славянск-на-Кубани можно въехать, только повернув по трассе направо и проехав пару километров. Конечно, это добавляет ряд неудобств жителям садового некоммерческого товарищества «Хуторок». Но мера эта была вынуждена считать начальник отдела ГИБДД по Славянскому району Евгений Ильиных. Надо отметить, что в летний период только на одном этом участке четверо человек погибло. Ну а поскольку у нас федеральный закон, он ставит приоритеты жизни и здоровья над экономической составляющей, то есть недовольство граждан, конечно, понятно, особенно местных, которые ежедневно ездят. Но будем считать, что жертвовало благо. В связи со сложившейся ситуацией организация, несущая ответственность за эту дорогу, Краснодар-Автодор установила ограничения на въезд в город для всех видов транспорта. В 2015 году в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края поступило обращение от отдела МВД по Славянскому району с просьбой ликвидировать, принять меры по ликвидации очага аварийности на въезде в районный центр в город Славянск-на-Кубани. Там с начала года по октябрь месяц было зафиксировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8 человек получили ранения различной степени тяжести, 14 человек просто пострадали. В связи с этим было принято решение о ликвидации данного съезда, перекрестка, поворота в районный центр. Но говорить о том, что такое решение проезда будет установлено раз и навсегда, рано. В настоящее время автомобильная дорога Тимрюк-Краснодар-Кропоткин по старому титулу или Краснодар-Тимрюк-Хутор-Белый по новому титулу перейдет из регионального значения в значение федеральной автомобильной дороги. То есть на 2018 год Министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края никаких мероприятий не предусмотрено по той простой причине, что в первом квартале текущего года эта дорога перейдет в федеральное значение. Дорога-то, скажем так, ведет к Крымскому полуострову, меняется значение и, соответственно, я думаю, конечно, плюсы в этом есть. Развитие Кубани, строительство такого стратегического объекта, как Крымский мост, ведет к увеличению интереса среди тысяч россиян к нашим курортам. Потому дорожной сети в крае уделяется особое внимание. Расширяются имеющиеся трассы, строятся новые развязки. Не исключено, что в скором времени новый облик обретет и основная трасса, ведущая на Тимрюкскую переправу, частью которой и является обсуждаемый сегодня участок дороги. Мария Климова, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».